Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Кто-то из поколения в поколение передает о предках лишь воспоминания, кто-то семейные реликвии, кто-то многочисленные фотоархивы и письма, а кто-то профессию. Хочу сегодня вспомнить своего отца Мугадова Амар Магомедовича, который оставил большой след в воспитательном процессе в моей жизни. И не только в моей жизни. Он был большим сильным психологом, который мог в любой жизненной ситуации поддержать человека своим советом. Вот казалось бы, идешь к нему, такая тупиковая ситуация, ты не знаешь, как решить эту проблему, а выходишь от него уже совсем по-другому смотришь на эту ситуацию. Я счастлива, что живы мои родители, которые воспитали меня, дали мне большую путевку в жизнь, где я осуществила все их пожелания, поступила в военный институт, который папа меня просил, и закончила его на отлично, поступила на службу, и все его наставления я воплотила в реальную жизнь. Создание династии – процесс длительный. Когда ребенок растет в семье, где отец и мать защищают покои мирных граждан, это непременно накладывает отпечаток на его мироощущение. Такой ребенок здесь осознает, что такое хорошо и что такое плохо, потому что каждый день видит, как его родители борются со злом. Из таких детей, как правило, вырастают самые грамотные и профессиональные сотрудники правоохранительных органов. Отец всегда с осторожностью относился к нам. Он говорил, что дома мы родные, а на работе мы сотрудники. И всегда. Раньше я это не понимала, когда он был живой, когда мы работали, почему так и строгое отношение к нам. Но когда его не стало, я вот каждый момент, в разной ситуации его вспоминала и благодарила. Я потом осознала это, что он нас держал в стерильной чистоте в плане работы. Нас отец очень воспитывал строго. Он всегда нам напоминал о том, что он служит в такой системе, что его дочери не должны поручить его честь. Чем важны династии? Наверное, один из главных плюсов наставничества. Родители делятся опытом с детьми, дают им советы, а главное – родители – самые верные друзья, опытные наставники и требовательные сослуживцы работают рядом. Было наставление такого характера, что если человек не имеет в себе характер и какие-то принципы в работе, то он может быстро сломаться. Наставник мне сказал, если в человеке нет определенных границ, то можно потеряться в этой работе. Я бы хотел, чтобы вы не то что не пересекали эти границы, чтобы вы до них близко не подходили. Эти слова затронули меня и осели в глубине моей души. Вот этими же наставлениями стараемся воспитывать своих детей. Мне сказал такую фразу. Каждый раз, когда что-то хочешь сделать, вот касаемо работы, да, какой-то шаг, задавай себе три вопроса. Что я делаю, зачем я это делаю и что мне за это будет? Вот по такому принципу твой отец работает в уголовной исполнительной системе по настоящее время. Тогда это еще был 2005 год. Более ста лет в общей сложности на страже порядка представители семьи Талыбовых, а семьи Мугадовых и Батыровых чуть меньше 92 года. Ну, если учитывать всех моих членов семьи, моего папу Талыбова Навруза Джарула Аглы, мою маму Талыбову Наргиду Шалбусказы, мою сестру уже Керимову Арзу Наврузовну, и меня, Гусейна Васильевна Наврузовну. Общий стаж на семье у нас 100 лет в уголовной исполнительной системе. Папа мой, последнее место работы было у него начальник колонии строгого режима ФКУ ИК-2 во всем России по Архангельской области. Он закончил свою службу в 2010 году. В этой же колонии служила моя мама. Она была у нас цензором, у нас сейчас в оперативном отделе. Потом она была инспектором отдела безопасности. Ну и, как у нас здесь вообще принято, принимала передачи от родственников для осужденных, содержащихся в исправительной колонии строгого режима. Сестра моя параллельно работала начальником спецучета в колонии-поселении. Номер 3 – поселка Ундуозера Архангельской области Плесецкого района. Также ее муж, тоже Керимов Гусейн-Ибович, закончил такую же академию, как моя сестра Рязанскую, где они и познакомились. Был начальником колонии, еще одной колонии-поселения, тоже которая диссоцировалась в Ундуозера Архангельской области Плесецкого района во звании подполковника. Сестра у меня во звании капитан, папа у меня полковник, и мама у меня старший прапорщик. В системе работал отец, муж. Ну, очень рада, да, если бы мне выпала бы возможность повторно прожить свой жизненный путь, мне кажется, я пошла бы именно по этому пути. Вот, чего я желаю молодым, чтобы не боялись, шли на эту работу, потому что здесь можно реализовать свой человеческий потенциал, помогать людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, ну, в пределах закона, конечно. Продолжить офицерскую династию нашим героиням велела сама судьба. С ранних лет они наблюдали за отцами и узнавали о профессии сотрудника правопорядка не понаслышке. Нередко за праздничными столами сослуживцы говорили о подвигах родителей, хвалили и рассказывали о том, как вместе несут службу. Решение о службе в правоохранительных органах с каждым днем становилось осознаннее. Девочки хотели быть похожими на своих отцов, быть такими же смелыми, честными, помогать людям и служить Родине. В системе с 1999 года работала 19 лет в спецотделе ИК-7. И на тот момент уже готова была и по возрасту идти на пенсию, но начальник отдела не позволила, Амина Рамазановна, не позволила мне уйти. Она сказала, будешь со мной, пока я буду работать в системе. Но так получилось, что она меня взяла поближе в изолятор СИЗО-1. Я работала тоже где-то около двух лет в спецотделе. Очень хороший, теплый коллектив, с ними проработала. И так получилось, что последние полтора года я еще ближе к ней стала. Это работала в управлении исполнения наказания. И оттуда в должности старшего лейтенанта вышла на пенсию. Побыв дома где-то год, через год мне поступило сразу два предложения на работу. И в ИК-7, в спецчасть, и сюда, в группу социальной защиты. В 2010 году я поступила в уголовно-исполнительную инспекцию на должность старшего инспектора. В 2012 году мне поступило предложение воспитателям ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области. Это был следственный изолятор. Проработав воспитателем, я получила должность уже в ФКУ СИЗО-1. В 2019 году поступило предложение поступить на службу в УФСИН России по Архангельской области на должность инспектора отдела воспитателя социальной работы с осужденными. Как раз-таки работа моя была мне по душе, потому что все это продолжительное время я работала с подозреваемыми обвинениями и осужденными, а также с несовершеннолетними. Мне было очень приятно выезжать. Мне дали, значит, три подразделения, которые я курила. Это была детская Архангельская остательная колония, колония-поселение, где содержались женщины и мужчины, и колония особого режима в Плесецком районе, как раз-таки где живут мои родители. И каждая командировка я ее просто ждала. Мне было так интересно, потому что я могла увидеть и папу, и маму, и заодно проверить своих подопечных. Проработав два года в управлении, я подумала, что уже, наверное, пора возвращаться на родину своих предков. И по зову и своей душе, так как мы планировали переезд с родителями в республику Дагестан, я перевелась в 2021 году. 10 марта я поступила на службу в УФСИН России по республике Дагестан, ФКУ ИК-7, на должность старшего инспектора органалитической группы. За все годы Гульжан Адбатырова и Сивиль Талыбова приобрели навыки и опыт в служебной деятельности. Считают, что главное в службе – это дисциплина и ответственность. Никто не застрахован в этой жизни, как у него сложится в дальнейшем все. Где-то кто-то может споткнуться и оказаться в таких местах лишения свободы. Но очень важна наша работа в отношении таких лиц. Я хочу дальше продолжить свой путь, свою историю и работать в уголовно-исполнительной системе Республики Дагестан. И я хочу быть полезной государству и всему обществу в целом. Но ни одной работой живут наши героини. У каждой замечательная семья и личные интересы. Как на работе стараюсь и дома быть хорошей хозяйкой, хорошей мамой, достойной супругой своего мужа. В браке мы имеем троих детей. Сын – наш офицер, действующий офицер Росгвардии, участник СВО. Девочки, две девочки занимаются воспитанием своих детей. На сегодняшний день мы имеем 10 внуков. Мы ждем 11-го внука в конце месяца Всевышний, если даст. Мы ждем первенца нашего. Что чувствуют вот эти твои бабушки? Бабуля – это счастье. Я со своими внуками наравне. Они любят у нас собираться дома, что-то приготовлю вкусненькое. Потом мы с ними играем в домино. У меня такие смышленые внуки. Это отдельная история про них рассказывать. Жизнь моя сложилась очень удачно, потому что я родила прекрасного сына. Мой сын – Мурат. Он меня радует по настоящее время. Мы с ним вместе гуляем. Мы с ним ходим на английский, изучаем дополнительно. У нас мы посещаем каждый день. Ребенок посещает спортивную секцию дзюдо. Он занимает первое место. Уже в Дагестане за три года он заработал шесть медалей. Большую часть времени у нас уходит на уроки и на изучение английского. Мальчик не только радует меня своими школьными и спортивными успехами. Он как сам ребенок меня рад. Потому что я вижу отдачу. То, что я в него вложила, он мне это дает по настоящее время. Бывает, я прихожу с работы уставшая. Бывает, засыпаю. Я просыпаюсь, но мне одеяло. Уже чай скипел. Гульжанат Батырова, Севиль Талыбова – сотрудницы с характером. Лидеры-оптимисты, одним словом, яркие личности. Причем никто из них не жалеет о своем профессиональном выборе, правильность которого подтверждают даже не звания и многочисленные награды и грамоты, а уважение коллег, родных и близких. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине» и я ее автор, ведущая Саиди Батьехьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова